Канобу.ру представляет Не так много игр вышло о героях кубинской революции. Да если подумать, вообще ни одной. Однако это суждение в корне неверно. В нашем восьмибитном детстве была популярна игра Guerrilla War, за которой мы проводили достаточно много времени. Но часто случалось так, что множество картриджей было на японском языке, и сюжет игры оставался для всех загадкой. В большинстве случаев сюжеты действительно не представляли никакой ценности, но только не в этом случае. Игра Guerrilla War, как мы узнали впоследствии, рассказывала нам о кубинской революции. А те двое веселых бородачей, главных героев, были никеми иными, как прославленными революционерами Чи Гевара и Фидель Кастро. А главный босс оказался сам генерал Батиста. Вот так, сами не понимая, мы повторяли подвиги латиноамериканских повстанцев. Если бы СССР был жив, эта игра определенно получила бы не только более широкое распространение, но и пару государственных премий. Продолжая тему кубинской революции, нельзя не вспомнить о другой игре, где те же события показаны с другой стороны. Со стороны американских оккупантов. Call of Duty Black Ops заслуженно считается самой драматичной игрой в этом бесконечном сериале. Ну действительно, не так много популярных шутеров, где во главу угла ставится не бесконечный экшен, а психологическое состояние героя. Не менее прекрасные и убедительные декорации, выстроенные в игре. Знойная и красочная Гавана, дикий и жуткий Вьетнам. Конечно, разработчики ориентировались больше на голливудские фильмы, чем на учебники. И тем не менее, игра получилась далеко не ура-патриотической, какими мы привыкли видеть американские шутеры. Поиграв в Black Ops, вы получите поверхностное, но яркое представление о 60-х годах. О той паранойи, которая обуяло общество в ожидании ядерной войны. И той невероятной жестокости, бывшей нормой каких-то 50 лет назад. Еще задолго до Assassin's Creed были попытки собрать всех героев Ренессанса в одной игре. Правда, попытки были не столь удачными. Мало кто уже помнит, но в 2003 году свет увидела игра Lionheart Legacy of the Crusader, созданная на механике Fallout. Задумка прекрасная. В какой еще игре можно встретить Мигеля де Сервантеса, который пытается уничтожить воплощенный дух созданного им Дон Кихота? Или, например, побеседовать с самим Вильямом Шекспиром? Помимо этого, в игре встречаются, загибайте пальцы, Леонардо да Винчи, Марко Поло, Николо Макеавелли, Галилео Галилей, Томас Старквемада, Гай Фокс, Кортес, Жанна Дарк, Нострадамус, Старец Горы, тот самый глава Ассасинов и многие другие герои того времени. Несмотря на оригинальную задумку, игра не выстрелила. Как обычно, все сгубило посредственная реализация. Но если вас не пугают трудности и баги, то вперед, навстречу с Шекспиром. Появление исторических персонажей в играх не всегда сопровождается диалогами или каким-то другим взаимодействием. Иногда их необходимо просто устранить. Снайпер Элит Ви 2 не самая исторически точная игра. Но это мы еще выбираем мягкие формулировки. Игра просто-напросто врет нам в лицо. Дескать, Гитлера убил неизвестный снайпер во время его попытки бегства из осажденного Берлина. И тем не менее, игра не оспаривает сам факт взятия столицы Третьего Рейха советскими войсками. Да и сам Гитлер у них выглядит чертовски достоверно. Тем, кто жалеет, что Гитлер так легко отделался и покончил жизнь самоубийством в своем бункере, так и не ответив за свои преступления, «Бегом в Снайпер Элит Ви 2», где казнить фюрера можно несколько раз самыми изощренными способами. Не исторично, но зато справедливо. Российская история чаще всего просто игнорируется ведущими западными разработчиками. Так что приходится обходиться модами, дополнениями и прочей кустарщиной. Mountain Blade огнем и мечом — это, по сути, фанатский мод, обретший издателя и финансирование. Движок оригинального Mountain Blade позволяет творить собственную историю, чем и воспользовалась молодая команда разработчиков. Огнем и мечом посвящена 17 веку, эпохе стрельцов, крылатых гусар, казацких восстаний и народных бунтов. В борьбе за власть над Восточной Европой сошлись пять фракций. Воинственная Швеция, Россия, восстановившаяся после смутного времени, хищное Крымское ханство, гордая Речь Посполита и разбойное Запорожское войско. Отличный исторический сплав, но на любителя, кто не боится угловатой графики и неочевидной механики сражений. Конечно, мы не могли пройти мимо главной исторической игры этой осени, которая специально для вас восстановила целую эпоху. Речь, естественно, об Assassin's Creed 3, но не стоит забывать об играх предыдущих серий, которые сделали не меньше для популяризации определенных исторических эпох. Недаром сериал Assassin's Creed называют лучшим туристическим гидом. Например, собираетесь в Турцию? Обязательно поиграйте перед этим в Assassin's Creed Revelations. Уверяем вас, после этого вы станете смотреть на Стамбул другими глазами, и вам обязательно захочется пройтись по памятным местам. То же самое касается Рима, Венеции, Ватикана, Иерусалима и других городов, фигурировавших в серии. Сейчас не будем рассматривать достоверность событий, описываемых в игре. Разработчики довольно вольно трактуют историю. Оставим это на их совести. Заслуг разработчиков в другом. Вот так ненавязчиво наши студенты узнают о существовании Маккиавелли, Цезария Борджия, Джорджа Вашингтона и Сынув Свободы и других знаменитых исторических персонажей. И узнают о них именно в том объеме, которого достаточно, чтобы получить зачет, на колоквами в любом ВУЗе. Спасибо, Юбисофт! Некоторые зрители, наверное, обратили внимание, что мы до сих пор не включили в этот хит-парад ни одной исторической стратегии. Вот где, казалось бы, исторического материала навалом. Мы оттягивали этот момент специально. Все стратегии принесены в жертву этой игре. Царица стратегии серия Civilization несет корону главной исторической игры вот уже много лет. При всем уважении ни серия Total War, ни серия Европа Универсалис не сравнятся с цивилизацией по количеству исторических событий, построек, личностей, умещённых в один квадратный сантиметр игровой поверхности. Civilization описывает вообще всю мировую историю человечества, раскладывает её по полочкам и, по сути, выдаёт её нам в виде инфографики. Такие риторические, казалось бы, вопросы, как, например, почему случаются войны, получают здесь наглядный ответ. Да потому что у тебя есть этот вид ресурса, а у соседа нет. Всё как никогда просто и очевидно. Ну и, конечно, возможность казаками штурмовать Вавилон всегда предопределяла успех этой серии у нас в России. Это были 7 игр, по которым можно сдавать историю. Но всё же подкрепляйте свои знания в библиотеке. Учитесь, играйте, пока! Субтитры создавал DimaTorzok